Я для наших зрителей, Евгений, ну вынужден, просто не могу себе простить, не смог бы себя простить, если бы не начал с того, чтобы не рассказал, что Евгений в прошлом месяце привез для украинских госпиталей около тысячи кроватей, ну или заказал из немецкой клиники Шарите. Заказали. Я выступал в прошлом месяце, прошлые два месяца я выступал просто консультантом, чтобы их состыковать, а первый платеж, вот был ужин, и первый платеж 28 тысяч евро, он поступил только 10 дней назад. И следующие кровати пойдут, мы оплачиваем логистику. Кровати бесплатно отдал Шарите фонду немецкому, и немецкий фонд решил их отдать в Украину. Но за погрузку, они очень тяжелые, они 140 килограмм, и за доставку, ну почти там 70 километров от зоны боевых действий, самая дальняя кровать едет в Запорожскую область. Вот эти деньги собрал часть фонда, и часть собираю я. Мне еще нужно там 22, по-моему, тысячи им дособрать, и все тысячи кроватей тогда приедут. Приедут они, судя по всему, где-то в районе января окончательно. Сейчас около половины пришло. Спасибо вам за это, на самом деле, очень вдохновляет это все, и то, что вы сейчас еще и собираете деньги на УЗИ-аппарат для роддома киевского. Спасибо вам, в общем, от меня лично. Если наши зрители захотят присоединиться к благодарности, оставляйте ваши слова поддержки внизу. Спасибо, Евгений. За всю, за всю, за 30 лет независимости Украины у МОЗа первый раз не будет заявки на гидравлические кровати. Представляете? Нет, не представляю. Это очень здорово, Евгений. Мне приятно тоже. Да, друзья, для того, чтобы оставаться в курсе всех событий, особенно с благотворительностью, которую, в общем, совершает Евгений, подписывайтесь на его Инстаграм, тот самый Чичваркин, ссылку найдете в описании. Ну и уж, пожалуйста, не обделите вниманием YouTube-каналы Дмитрия Гордона, Олеся Бацмана в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропускать. Ну и лайк с барского плеча уже поставьте этой беседе, сегодня будет интересно. И вот знаете, Евгений, именно потому что вы нас так сильно поддерживаете, ваши слова, они расходятся на цитаты, и хоть мы с вами давно и не виделись, но мы с моими собеседниками и с нашими зрителями вас часто вспоминали. А вспоминали мы вас, как это сказать, с сочувствием, потому что считают мои собеседники, что вот ужасное, ужасное время расстроили Евгения Чичваркина, потому что, значит, Евгений Чичваркин считает, что Путин нынче побеждает. Я помню эти ваши слова о том, что Запад сделал все для того, чтобы Путин побеждал на сегодняшний день. Мне вот, знаете, хотелось бы узнать, с какими мыслями вы в Новый год заходите. Все так ли вы еще пессимистичны? Вы знаете, Новый год, он будет богат на события, в отличие от предыдущего. Предыдущий год был богат на события в нашей семье, а так, по большому счету, хочу напомнить, что ровно год назад гадали, возьмут Бахмут или не возьмут, и прикидывали, сколько трупов должно остаться в российской армии, чтобы они эту территорию захватили. Вот это то, о чем мы говорили год назад, у меня прям скриншот беседы, был с одним из военных украинских. Поэтому год, несмотря на то, что в огромное количество семей пришла беда, на большие события, то есть динамики изменения событий большой не было. А следующий год он не может быть таким же, так как в очень больших экономиках выборы и предвыборные года, так или иначе, некие колебания, они безусловно будут. А насколько они будут хороши для будущего Украины или нет, я просто не берусь сказать. Я не профессор Соловей, а с одной стороны, чтобы разносить, как в цирке, сахарную вату. Но опять-таки в Рождество совсем пессимистичных мыслей, во всяком случае, озвучивать не хочется. Будем продолжать делать то, что умеем. Скажем так, вот с таким настроением мы в Новый год входим. Да, на самом деле, несмотря на то, как поменялся расклад сил, и вот об этом бы хотел поговорить, в целом от этого года я лично ждал больших успехов, скажем так, через призму войны России против Украины. Украины сейчас, ну, вот видим ситуацию, давайте будем реалистами, да, то есть Путин больше атакует, Украина больше там защищается, да. Вот у военного преступника, как мы видим, есть деньги на то, чтобы эту войну продолжать, у Украины пока что нет. У Украины, у ее союзников определенный раздрай, да, и я надеюсь, все решится в пользу Украины. У Путина зачищено политическое поле, у него все прекрасно, Навальный в тюрьме, Пригожин убит, кто там еще, Стрелков. Гиркин в тюрьме. Да, да, Стрелков в тюрьме, у него все прекрасно. Но среди союзников тоже раздрай. Среди союзников у Путина тоже раздрай. Ни Эмиратам, ни Саудовской Аравии, ни Китаю не нужно, чтобы он воевал. Ни Индии, никому из тех людей, которые продолжают с ним торговать, ни единому не нужно, чтобы он воевал. Потому что вторичные санкции касаются, давление это все равно, им это все не, им выгодно торговать в моменте, но в целом им невыгодно и не нужно, чтобы он воевал. Чтобы он воевал, нужно ему, кучки генералов, тем людям, которые зарабатывают на оборонзаказах, и нужно для его политической поддержки, так как война все списывает. Я так думаю, что он больше не может не воевать, чтобы у него была поддержка со стороны, как бы поддержка со стороны людей, чтобы ее хотя бы можно было нарисовать. Он больше не может не воевать. Он будет воевать до своей гробовой доски. Сколько ему отмерено, мы не знаем. Пока никаких признаков того, что он лежит в холодильнике, а также, что он хромает, а также, что у него болит голова или живот, мы не видим. Он, вот, фенеботать может четыре часа, здоровьем своим занимается очень серьезно, в бассейне плавает, прожить может достаточно много, вот. Но также в любую секунду судьба Раджива Ганди его тоже может ждать. Поэтому мы не знаем, кто психанет рядом, потому что люди-то все в нервах и напряженные. И мы не можем предсказывать цены на энергоносители, от которых полностью зависит его успех на фронте. Но вот вы говорите, ни Китаю, ни Сауди там война невыгодна. Она не нужна, она выгодна в моменте, но она, безусловно, на них влияет очень плохо. То есть торговать с страной, которая напала, ну, это, по большому счету, все перечисленные страны, они очень мирные. Ну, то есть, Китай дождался, когда Гонконг через 50 лет достанется им. И взял что-то, взял под контроль. Но ломать через колено Гонконг не стал. Попытался, но все-таки не стал. Тайвань, несмотря на все эти угрозы, все эти вот демонстрации силы, несмотря на то, что китайская армия сейчас сильнее в тысячу раз, чем была при Мао Цзэдуне. И, наверное, они могут взять его штурмом. Они его не берут штурмом, они пытаются все больше и больше экономически втянуть. Какое-то время, во всяком случае, пытались всосать его в себя. Как мы видим, у Индии были какие-то, всегда проблема с Пакистаном, кому принадлежит та или иная территория есть. Локальный конфликт, затянувшийся. Но, опять-таки, все вот эти страны, с которыми Путин торгует активно, они не воинственные. Воинственные только, по сути, Хамас и нескольких террористических организаций, которых принимают в Кремле. Вот. Все, все... Да, что-то вылетел. В общем... Вы знаете, сейчас такая ситуация. Мы в центре, и в центр приехал миллион человек инстаграмить, как все выглядит вокруг. И, например, на Бонн-стрит просто нет интернета, потому что все в тиктоках и инстаграмах выгружают новогодние оформления магазинов. Ну, я, кстати, в начале этого видео, пока Евгений искал место, где мы будем беседовать, я уже увидел маленькую экскурсию по вашему магазину. В целом, новогоднее настроение есть, Евгений, перед тем, как перейдем к более серьезным вещам? Ну, вот сейчас продали четыре бутылки романи-канти на новогодние, настроение повысилось, конечно, сразу. Причем две будут выпиты прямо сегодня. Как может не улучшиться настроение, когда люди пьют романи-канти, которые купили у нас? Не сомневаюсь. Вот знаете, вы о Путине заговорили. Мы недавно с одним из моих собеседников, когда размышляли, почему, в общем-то, даже при всех таких неблагоприятных изначальных условиях, Путин все равно смог каким-то образом удержать и власть, и экономику, и найти деньги для продолжения войны. Мы пришли к выводу, что действительно, вот, я в везение особо не верю, но вот такое чувство, что Путину очень везет. Вы его можете назвать везучим человеком? Я вообще не верю в везение. У Путина неплохой HR в целом. То есть у него сильный финансовый блок. Эти люди, которые стабилизировали много раз российскую экономику, которая попадала под удары то кризисов 2008-го, то, соответственно, кризисов первых санкций, кризиса, который весной 22-го случился после войны, когда, по сути, была паника какое-то время. Эти ребята, там, на Биоле, на Сотоварище, всегда стабилизируют, могут стабилизировать вот этот расшатанный, расшатывающийся корабль. У них это получается делать. А дальше империя, как таковая, по сути, Российская империя, она, как государство, гораздо крепче в изумленном мобилизационном состоянии войны. Она становится всегда крепче. Ну, так исторически сложилось. Людям хуже, а государство крепче. Вот это житие империи. И империя, как говорит Акунин, я уже это у вас говорил, имеет свойство газообразности. Она пытается расшириться на ту территорию, которую считает слабой. Крым, сдача Крыма показала четко, что сюда можно расширяться. И даже 300 тысяч предположительных потерь, а я так скажу, 300 тысяч убитых и раненых, потому что я думаю, что там и тяжело, и легко раненые, и убитые считаются в этой цифре, не только убитые, как зачастую в официальном отчете мы можем видеть, они не могут остановить ту инерцию, когда империя уже посчитала это место слабым, несмотря на достаточно драматические потери для населения. И если Путин войну останавливает, продать это как победу, безусловно, можно, но они, я не думаю, что понимают уже, как жить в мирное время. Потому что придется делать послабление, еще там что-то делать экономически, что-то показывать, объяснять, за что погибли мальчики. А мальчики-то дальше хотят воевать, мальчики хотят дальше и подъемных, и заранения, а девочки хотят гробовых. Он создал такую тягу в канале, в бедных регионах, что прекращение войны совсем у этих людей, у деклассированных элементов, скажем так. Цитирую классика. Им, может быть, и не понравится. Вот есть 12-15 процентов совсем недавно финанс, которого я уважаю, это финанс, который очень-очень давно существует, это команда даже, по-моему, что «Москва Таймс», поправьте, если я не прав, старые либеральные издания, они сказали, что количество активных сторонников войны сократилось до 12 процентов. А неактивных, ну, вот их 25. Которые бы считали, что правильно бы победить и закончить, а которые прям ура, вперед и в бой, вот их 12 процентов. А с 75 процентов россиян эта война вообще никак не нужна, потому что яйца дорогие, потому что и в Турцию дорого лететь, и в Европу бы хотелось, сфотографироваться на фоне Пизанской башни. Вот старший брат смог, а я уже не смогу, почему? Вот, и так далее. То есть, безусловно, даже несмотря на то, что война не пришла в Россию, дроны не заряжены ничем, количество 10 штук, и акцию в Щебекино можно списать, как в целом нетрагическую, нетрагические моменты. Вот, война в их дом не пришла, от войны и даже они устали. И устали от этих постоянных новостей, где, как старый извращенец, с фалосом размахивают ракетами, боеголовками, вот если включить любые новости. Ну, мы это как раз, Евгений, сегодня 4 часа я наблюдал под вой сирен, кстати, в Киеве сегодня 4 раза была воздушная тревога, я слышал лично, как работало ПВО. В общем, под аккомпанемент вот этих хлопков, взрывов смотрел я сегодня Путина. Вы, кстати, смотрели? Я никогда его не смотрю. Меня и так, если я сильно тренируюсь на боксе, вот как сегодня, меня и так подташнивает. Иногда, если жарко, то даже рвет. Зачем, если уже я готов, чтобы меня тошнило, то пусть это будет от большой физической нагрузки, чем просто от смотрения Путина. Ну, я вам, значит, сейчас коротко перескажу некоторые тезисы. Вы хотите, чтобы это произошло прямо в прямом эфире? Да, вы уж извините, Евгений. Я, кстати, очень обрадовался, когда узнал, что мы с вами будем общаться именно в четверг вечером. Я думаю, вот класс, как раз, значит, обсудим пресс-конференцию Путина. Но, неважно, смотрели или не смотрели. Я не смотрел. Я, честно говоря, у нас активная фаза распродажи сейчас, и я не мог пропустить тренировку, поэтому я занимаюсь только продажами вина. Боксом, и еще сегодня Лёве шесть месяцев, поэтому мы с утра задули свечки на тортике и поцеловали нашего мальчика. Я вас поздравляю, да, еще раз с рождением сына. И как вы можете предлагать мне смотреть в этот день Путина? Согласен, согласен. Но все-таки, все-таки, Евгений, вот вы с вами заговорили о запросе в российском обществе на окончание войны. Левада-центр проводили опрос перед прямой линией с Путиным, и оказалось, что, в общем, когда закончится война, когда настанет мир и другие вариации этого вопроса, они просто с существенным отрывом опережали все остальные вопросы, которые россияне хотели задать Путину. Тем не менее, войне было уделено не так много времени, как я лично думал. На вопрос, когда же закончится война, Путин сразу ушел в размышления о каком-то там эфемерном, значит, герое Украине и Украины Бандере о деноцификации, вот. И ни слова конкретно там, то есть повторил там, нам нужна деноцификация, демилитаризация, но ничего конкретного не сказал. Так и вот здесь я хотел бы, как вы считаете, да, вот есть запросы общества, с одной стороны, война не популярна, с другой стороны, ну, каким-то образом народ успокоит, никто, в общем-то, как-то и не подсказал ему, да. Вот почему так? Ну, народ успокоится. Видите, они обязали продавать валютную выручку, которая, удивительно, но у них есть до сих пор, несмотря на 12 пакетов санкций. Вот, и курс докрутили до 80 с чем-то, а был 103. А сколько бы стоили яйца, если бы он был 103? Потому что при курсе 89 даже лиры, покупая их за лиры, которыми можно сортир обклеить теперь турецкими лирами, благодаря политике Эрдогана, даже покупать за лиры, обменивая их, исходя из 89 и 103, это две большие все-таки разницы, поскольку обойдутся эти яйца. Поэтому пока курс 89, они могут покупать за лиры по X. А когда курс будет больше, а он все равно будет больше, вот, то это будет там X плюс 12-15 процентов. То, что они сейчас вручную открутили назад. А если он и хочет успокоить народ, народ успокаивается, когда не дергается курс и стабилизируются цены на еду. Тогда успокаивается народ. Вот, как, если у них это получится, а впереди не самое лучшее время для северной страны по еде. Это там февраль, март, апрель, которые традиционно еда дорожает. Большая северная страна так крепко не растет в это время. Поливай, не поливай. Везти нужно, и везти нужно далеко. А там еще и везде ФСБшники это все контролируют. Все потоки по поставке еды и все стригут, кирпичом постригают ботву, чтобы... Ну, а им-то тоже надо как-то дачу строить. У них-то как раз дачи нормально стоят в Европе, в Швейцарии, в Чехии, куда обычным россиянам нельзя и так далее. У них-то все хорошо. И в Италии, а в Великобритании, опять-таки же. Вот, а им же на это нужны бабки? Нужны. Вот, поэтому вопрос, дорогая еда или недорогая еда. Вот с яйцами произошла проблема, она тут же ударила по рейтингу. 60 рублей было, 100 стало, это сразу несколько процентов из путинского рейтинга сразу прям пам! Вот, и они это очень хорошо знают. Я же говорю, сегодня этот вопрос даже поднимался на прямую яйцу. Да, да. А это единственное, что вообще, это единственное вообще, что людей-то волнует. Подумаешь, 300 тысяч трупов, вот яйца подорожали, это да, или в шоу голос неправильно проголосовали. Это загадочная русская душа, вы не думайте. Субтитры создавал DimaTorzok